В России отметили профессиональный праздник День рыбака. В этот день поздравили всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией. В Сарове реализуется федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Инструкторы по спорту Центра внешкольной работы бесплатно проводят занятия на спортивных площадках города. Юные спортсмены объединения «Шашки» Дворца детского творчества завоевали шесть медалей в основной и молниеносной программах на соревнованиях «Звезды Верхнего Лжья». Борис занимается рыбалкой с пяти лет. Его дед рыбачил на сатисе, брал внука с собой. С возрастом интересы нашего героя поменялись. Рыбалка стала не просто способом поймать рыбу на ужин. Борис увлекся спортивной рыбалкой, а весь улов теперь отпускает назад. Тренировки три раза в неделю. Весь опыт наработанный только за счет тренировок и включительно соревнования. Соревнования дают такое количество опыта, которое ни одна любительская рыбалка не даст. Одни соревнования я бы приравнял примерно к году обычных любительских рыбалок. Ловит Бориса в Сарове. Везде в сатисе, по его словам, рыба есть, начиная от плотины, затанчивая кремешками. В наших водах водятся лещи, платва, уклейка, линь, окунь, карп, ерш, щука и окунь. Из всех насадок, с которыми я столкнулся за свою жизнь, в приоритете исключительно мотыль, опарыш и кукуруза консервированная. Все, больше из насадок я ничего не использую. В принципе, потому что это еще диктует условия того, что это в спорте запрещено использовать больше одного компонента. Бориса гонит на рыбалку не только спортивный азарт. Посидеть ранним утром на берегу, в тишине насладиться природой, увидеть восход или закат. Ради этого можно пережить и ранние подъемы, и дальние поездки. И, конечно, как у всякого рыбака, у него в запасе много интересных или курьезных историй с рыбалок. Был однажды случай, не буду говорить название, был водоем, приехали ловить окуня, ну, то есть мелкую рыбку достаточно. Встали на яму, а в этой яме оказался, стоял сазан. И начал клевать две поклевки сазана, один на 9800, другой на 8200. Вот это вот было очень весело, когда удочки супер тоненькие, супер легенькие для ловли там мелкой мирной рыбы, а тут сазаны было весело. Борис входит в состав сборной Нижегородской области. Этим летом его команда заняла третье место на Кубке России по ловле рыбы донной удочкой. На соревнования приехали более 150 участников, конкуренция была высокой, допускали спортсменов не ниже первого разряда. Сейчас Борис готовится к соревнованиям по фидеру на чемпионате Мордовии в июле. Тренажеры, подвижные игры, тренировки с гантелями. Физическую активность можно выбрать на любой вкус. Тем более, что всем желающим инструктор поможет в подборе упражнений и проконсультирует, как правильно заниматься на том или ином тренажере. И все это абсолютно бесплатно, да еще и на свежем воздухе. Здесь работаю на этой площадке, реализую программу «Спорт. Норма жизни». Консультирую всех желающих, кто приходит заниматься на эту площадку. Показываю, рассказываю. Индивидуальные консультации даю и занимаемся индивидуальным желанием, конечно. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт. Норма жизни» инструкторы центра внешкольной работы проводят для горожан любого возраста и любой подготовки физкультурные занятия на спортивных площадках под открытым небом. В сквере 22 микрорайона по улице Павлика Морозова площадка оснащена большим количеством тренажеров, а также оборудованием для сдачи норм ГТО. Не каждый человек, пришедший сюда, знает, как правильно поработать на том или ином тренажере и для чего, для какого развития каких мышц нужно на этом тренажере работать. Поэтому вот наши инструктора дают консультацию, они сами работают в тренажерном зале центра внешкольной работы. И поэтому люди уже знают, как правильно подойти, как правильно выполнить задание и как сделать это задание так, чтобы не повредить своему здоровью, а наоборот его лучше. Инструкторы центра внешкольной работы занимаются со всеми желающими еще в двух точках города – в хоккейной коробке «Сокол» по улице Куйбышева 3 и на спортивной площадке по улице Казамазова 10. С расписанием занятий можно ознакомиться на информационных стендах на площадках. За подробной информацией обращайтесь в Центр внешкольной работы по телефону 981-01. В Твери завершились традиционные всероссийские соревнования по русским шашкам «Звезды Верхневолжья». Состязания прошли в двух дисциплинах – в основной и молниеносной программах. Три юных саровских спортсмена завоевали шесть медалей, из них две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Мы собираемся с ребятами, разбираем дебюты, проводим практические игры, практические партии. Занимаемся по той же программе, которой мы занимались в учебное время, но сейчас более расширенно. Мы стараемся, чтобы времени побольше свободного и ребята готовятся к будущим соревнованиям. Некоторые воспитанники Дворца детского творчества занимаются шашками уже более восьми лет. За это время были присвоены различные спортивные разряды, в том числе КМС. Но останавливаться на достигнутом они не собираются. Планы у них грандиозные. Я многократный чемпион Нижегородской области, призер всероссийских соревнований. Четвертое место на мире было в 2018 году. В принципе, неплохо. Ну, шашками можно заниматься всю жизнь, не как футболом и на боксе. Ну, тем более, ты на шашках один должен думать, увидеть комбинации и не попасться на ловушке. У Дворца детского творчества есть еще один повод для гордости. Одна из их воспитанниц уже завоевала 31 медаль и 4 кубка. Несмотря на юный возраст, у Алисы первый спортивный разряд и золотая медаль на первенстве в России. Я играла с Рабаджи Дианой и хотела ей провести одну комбинацию, но она не попалась. И я ее все равно выиграла, потому что там у меня была сильная позиция. Вот одна из комбинаций сейчас я покажу. Комбинация решто у черных образовалась. И белым нужно выиграть. Сначала мы отдаем одну шашку, и у нас получается небольшая колонка из двух шашек. Потом мы еще одну шашку отдаем. Если черные бьют этой шашкой, то мы бьем две в дамке и бьем сюда. А если черные бьют вот этой шашкой, тогда мы собираем все шашки по кругу. В конце июля юные спортсмены собираются в Санкт-Петербург на всероссийский турнир «Белые ночи», а в середине августа примут участие в турнире «Волжские зори» в Самаре. А восходящая звезда, чемпионка России Алиса Рубцова в составе сборной России 21 августа едет в Болгарию на чемпионат мира по шашкам. На стадионе Нижний Новгород начала работу система фан-айди или другими словами паспорт болельщика. Паспорт представляет собой электронный документ для идентификации зрителя. Специальную карту должны будут оформить все участники, зрители, персонал и представители СМИ. Подобную систему вводили на время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Действительно, паспорт болельщика, который был на чемпионате мира, он отличался, потому что это был пилотный проект, который себя оправдал и был признан в области спорта успешным и у нас в России, и за рубежом. Поэтому сейчас он уже разрабатывается под нашу систему, на все наши спортивные соревнования, которые будут проводиться в России. Паспорт болельщика необходим для посещения матчей российской премьер-лиги в сезоне 2022-2023. Первоначально Фанайди будет работать на стадионах в пяти городах – Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Паспорт болельщика призван повысить безопасность посещения крупных, значимых спортивных соревнований, которые у нас проводятся во всей Российской Федерации. Оформить его можно на портале Госуслуг в разделе «Паспорт болельщика». Пользователю нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. При этом самостоятельно это могут сделать дети старше 14 лет. Болельщикам младшего возраста паспорт оформляют родители. После этого заявителю нужно обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения данных. Уведомление о статусе готовности придет в личный кабинет, на госуслугах или на электронную почту болельщика. Паспорт болельщика идентифицирует любого гражданина, который приходит на спортивные соревнования. Приходя на спортивные соревнования, многие приходят как на праздник. И, конечно, желают его провести весело, хорошо и без всяких проблем и последствий, которые могут возникнуть. Карту нужно оформить один раз. В дальнейшем она остается в личном кабинете. Там же отображаются приобретенные билеты и абонемент. Редактор субтитров А.Семкин